Объясняем, что такое зоошиза и почему зоошиза это плохо. Термин зоошиза неофициальный и происходит от зооживотных и шизофрении, болезнь при которой происходит расстройство мышления. Мы бы дали такое научное определение. Зоошиза это совокупность антинаучных, нелогичных и заведомо вредных и опасных для людей, для животных, для экологии, для социума. Мыслей и действий, которые кажутся чем-то хорошим и поэтому находят поддержку среди людей. Дополнение и критику пишите в комментариях. Наиболее распространенные идеи зоошизы это не убивать животных, не причинять животным боль, не содержать диких животных в неволе, отнимать добычу у хищников, тащить животных в дом, спасать малоценных и даже вредных животных в ущерб более ценным животным и экосистеме, и решать проблемы своих животных за счет других людей. Пишите в комментариях, что к этому дополнить. Если не убивать животных, то после того, как их становится больше, чем может выдержать среда обитания, меняется экосистема и происходит массовое вымирание. Поэтому в заповедниках иногда отстреливают даже редких животных, когда их становится слишком много, чтобы спасти всю популяцию. Если не причинять боль животным, то невозможна полноценная дрессировка. Животное это не человек и иначе воспринимает и боль, и неволю, и многое другое. Содержание животных в неволе позволяет сохранить и изучить некоторые виды, а идея зоошизы не останавливает даже тот факт, что дикие животные в неволе живут дольше, а некоторые дикие животные в природе не встречаются, а сохранились только в неволе. Когда хищник жрет добычу, это естественный процесс. Зоошиза жалеет зебру, но почему-то не жалеет и льва, для которого эта зебра – это еда. Тащить в дом животных и при этом нарушать правила содержания животных и жилища – это плохо и людям, и животным, но зоошизе пофиг на всех. Кто хочет работать с животными, пусть идет работать в питомник, на ферму, зоопарк, где животные содержатся в соответствии с правилами, которые разработаны так, чтобы и людям, и животным было компромиссно хорошо. Разводить кастрированных дворняжек и котиков в приютах, а тем более на улицах – это плохо. Потому что для природы это инвазивный вид, разрушающий экосистему, а те, кто разводят породистых животных, потом не могут распространить свой породистый приплод. А породистые животные – это вообще-то национальное достояние. И в других странах есть программы, чтобы именно породистый котенок или щенок достался в хорошие руки и послужил бы великому делу улучшения породы, и через это – повышению престижа своей страны. А в России зоошиза уже заселила везде, где ей позволили. Инвазивными вредными животными – дворы, подъезды, парки, леса, промзоны. А после гибели из-за безответственного хозяина котика по кличке Твикс, зоошиза хочет заселить бесхозными кошками и собаками еще и поезда. Зоошиза начинается в детстве, когда ребенок просит у родителей домашнее животное, обещает за ним ухаживать, а потом это ему надоедает, и ухаживать за животным приходится родителям. За счет того, что идеи зоошизы очень популярны, зоошиза хорошо монетизируется и используется в политике. Например, благодаря приютам для бездомных животных, которые раздают беспородных котиков и песиков в добрые руки, Россия потеряла лидерство по многим породам кошек и собак, которое было во времена СССР, когда бездомных животных ликвидировали на месте. Единственный эффективный способ борьбы с зоошизой – это просвещение широких масс населения в области зоологии и животноводства. И здесь очень эффективны блогеры, которые могут наглядно объяснить и показать, почему 40 кошек в квартире – это плохо, а зоошиза в политике – это еще хуже. Мы любим животных, но не любим зоошизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова